Друзья, всем добрый вечер. Я рад приветствовать вас на YouTube-канале Алины Витухновской. Алина. Добрый вечер. Каждый раз я напоминаю о том, что помочь развитию нашего ресурса вы можете по реквизитам, которые указаны в описании этого и других видео, а также обращаю ваше внимание на лайки и на короткую ссылку на YouTube-канал Алины Витухновской, которую можете найти в описании к этому видео и которую мы очень просим вас распространять как можно шире в ваших социальных сетях. Итак, наш первый вопрос Алине. Алина, а как вы относитесь к тому факту, что у вас есть поклонники? Вам нравится быть черной иконой? Как вы воспринимаете людей, которые слепо вам верят? И насколько вообще это правильно делать пульт из человеческой личности, пусть даже и гениальный? Алина. Ну вот опять вопрос составлен из разных взаимоисключающих частей. Нравится ли мне, что у меня есть поклонники? Да, нравится. Нравится ли мне быть черной иконой? Я не являюсь черной иконой. И черная икона – это бренд, который возник в начале 2000-х с подачи немецких литагентов, издавших книгу. Ну вот не буду сейчас вставать, я ее как-то раз показывала в эфире. Это была их идея представить меня черной иконой русской литературы. По этому поводу была написана масса статьи, рецензий. И само выражение прижилось, но оно совершенно не имеет каких-то личных коннотаций и личного отношения ко мне, как к политическому персонажу, потому что что такое черная икона русской литературы? Это, во-первых, мрачный взгляд на мир. Окей, я не отрицаю, что он есть в литературе. Это такая готика. Ну какая готика уже в 2023-м? Какая готика в политике? Это, ну на самом деле, это всего лишь коммерческое название проекта, который нельзя идентифицировать с личностью. Следующий вопрос вот из этого, пожалуйста. Как вы воспринимаете людей, которые слепо вам верят? Я никому не верю слепо сама и скептически воспринимаю людей, которые слепо верят кому-либо вообще. В принципе, в том числе и мне, слепо верить не надо. Надо доверяться своей интуиции, своему пониманию мира, своему мировоззрению, своим этическим и прочим ценностям. Но если мне верят, я благодарна этим людям. И насколько вообще это правильно делать культ из человеческой личности, пусть даже и гениальной? Это зависит от желания человека. Если ты хочешь сделать из кого-то культ, делай из кого-то культ. Это совершенно такая, скажем, интимная вещь, в которую мы не должны вмешиваться. Одни, например, выживают за счёт культа героев, другие умирают за счёт их же, повторяя их, какой-то скорбный путь. То есть, например, сделав культ, скажу крамольный, из Иисуса Христа, человечество обрекло на себя, на страдания, морализируя и политизируя, это же религия, это политика, политизируя их и оправдывая их. Но с другой стороны, вы повесили у себя, подросток повесил у себя портрет какого-то супергероя, пошёл качаться и стал таким надзожником, и стал красивым молодым человеком, и это уже другая история. То есть, весь вопрос, как вы это используете. Далее. Здравствуйте. Может быть, вопрос не в тему. Я про рекламу на ТВ и выход с самого сериала «Кеша должен умереть». Вопрос, не разжигает ли у людей это название ненависти, желание того, чтобы Кеши умерли. А Кеши при этом что чувствует? Меня это название с экрана телевизора погружает в странное раздумье. Мне очень... Я не могу передать все сложные чувства, которые охватывают меня, когда я понимаю, что я оказываюсь в роли человека, который должен отвечать на столь профанический вопрос. А профанизм, собственно, заключён в названии сериала. Ну, это как с названием «Яролаш». Многие видели мемы по этому поводу. Это совершенно такой советский стайл, который сейчас пытаются ввести в оборот современной, не побоюсь этого слова, политики, да? Потому что всё, что выходит, это, я так понимаю, снимал муж Ксении Собчак, правильно? Да-да, Богомолов. То есть, это возвращение Собка в ином виде, в каком-то таком, что это такой типа Стёп или это такой трэш. Ну, это же всё такой Собок. Нам не нужны эти Кеши, нам не нужны режиссёры Богомолова с опухшим лицом. То есть, ну что, запрещать ничего нельзя. То есть, всё должно быть. Но сам факт, что режиссёр Богомолов в чём-то участвует, и что мы вынуждены это обсуждать, это, конечно же, днище. Мы переходим к следующему вопросу. Алина, ваша оценка недавних заявлений Григория Явлинского, ну и вообще в целом его личности непосредственно в новейшей истории России? Это подлый ход. Есть неподлые ходы. У меня есть заявление по этому поводу, вы можете прочитать, я его немножечко сейчас повторю, что, ну, собственно, креативный лакей, кремлёвский лакей Явлинский дал интервью РБК, в котором он показывает, во-первых, своё абсолютное политическое невежество, сваливая всех своих оппонентов в одну группу и приписывая им цели, которых у них нет, то есть продолжение милитаризации. Я говорила бы жёстче, но я нахожусь в русской юрисдикции, я надеюсь, все меня понимают. Он говорит, они плохие, они хотят многоточия, да, а я хороший. Это первая цель. Вторая цель, да, он призывает к прекращению огня. Что есть технически прекращение огня? Это всего лишь оперативная пауза, позволяющая заинтересованной стороне усилить свои позиции. Опять все меня поняли, я нахожусь в российской юрисдикции. Усилить свои позиции, соответственно, для продолжения эскалации. Что предлагаю я? Необходимо создание новой системы безопасности в Европе. Безопасности такого рода, где будут превалировать цивилизационные интересы, а не дикарские преступные претензии на территории и судьбы народов. Опять-таки, куда большие речи, наверное, я могла бы сказать не отсюда. Отсюда следующая тема, об этом не было вопроса, я просто хочу об этом сказать. Идет опять это противостояние российской и нероссийской оппозиции. И сложилась такая ситуация, что оппозиция, которая находится не в России, совершила, на мой взгляд, ряд ошибок, сделав очень радикальные заявления, и заявления, которые, собственно, направлены против россиян, которые не позволяют в будущем сделать их политиками. Возможно, они сделали эти заявления, и, скорее всего, они сделали эти заявления в запале. Чем воспользовались те приспособленцы, которые остались здесь, и которые теперь их, собственно, поливают грязью. Но, когда они говорят, что те, кто уехал, это не политики, это абсолютная ложь, потому что говорить внятные вещи можно только вне российской юрисдикции. Все, что говорится внутри российской юрисдикции, это либо просистемные вещи, либо вещи, которые говорю я, то есть я все время вынуждена консультироваться с юристом, оговариваться и говорить, ну вы, наверное, меня поняли. Это крайне неудобно. Я не знаю, насколько это эффективно. Это малоэффективно. То есть, да, цель Явлинского, после того, что я сказала, повторюсь, цель Явлинского слить своих реальных врагов, которые могут говорить реальные вещи о том, что происходит. Мы переходим к следующему вопросу. И, друзья, я хочу вам напомнить, что мы всегда рады вашей помощи, а как ее оказать будет в описании видео. И обращаю ваше особое внимание на распространение короткой ссылки на YouTube-канал Алины Витухновской, который мы очень просим вас всячески... Который мы просим всячески делиться с вашими знакомыми и друзьями. Итак, следующий наш вопрос. Алина, сериал «Слово пацана кровь на асфальте» и роль родителей главных героев в этом сериале. Как вы их оцениваете? Ну, во-первых, сериал. Сериал совершенно гениальный. Я написала несколько постов. Вы можете их прочитать, я не хочу повторяться. Сериал совершенно не советский. Все сравнения его с какими-то просистемными братами 2 и прочими, они неуместны. Это такой Тарантино. Ну да, он, конечно, ну вот чуть-чуть он просовеченный, он вот про это, но он скорее просовеченный документально. То есть он про реальные вот эти казанские группировки, как оно было на самом деле. И почему люди говорят, что я не могу понять, почему я смотрю его? Я могу вам объяснить, почему вы его смотрите. Потому что русская жизнь — это такая воронка, которая втягивает человека, втягивает, затягивает и втягивает обратно. Это страшная чёрная воронка кошмарных воспоминаний, прозрений и озарений. И это фильм о том, о чём большинство хочет забыть. Именно поэтому его объявляют опасным, и что, ах, он как-то там на кого-то подействует. Кстати, когда я училась в школе, точно так же и ходили люди на какого-нибудь «Меня зовут Орликина», и никто не разводил бесед о том, что, ах, как это страшно повлияет на подростков. В тот момент это был фильм, который был снят и продвинут в том числе теми же, кстати, комсомольцами, которые понимали, куда идёт страна и понимали, что лучше смотреть правде в глаза, чем выжить, чем смотреть куда-то мимо. И, ну, это как переходить дорогу, смотря мимо и попасть под машину. Машина и есть, это правда. А эта машина и мчалась на нашце, эта машина и была цивилизация, свобода и современность. Почему она была столь жестока? Так это не она была жестока, а жестоко было это пространство, которое состояло из диктатуры, насилия, патологии, идеологии, девиантности, и которое не было готово к свободе, поэтому его так корёжило. Но мы обвиняем этих корёжащихся людей, это корёженье, и тех, кто принимал какие-то законы в этот момент, но они ни в чём не виновны, а виновны те, кто был до этого, это такая, как сказать... Ну, так вот, есть, например, какие-то реакции на прививки, да, вот это такая реакция на прививку, свободы, реакция страны, прожившей 70 лет в диктатуре. Итак, наш следующий вопрос Алине. Алина, добрый вечер. В следующем, 24-м году состоятся выборы президента в России, ну и не только, на которых с понятным результатом победит гарант. Соответственно, гарант будет управлять Россией ещё до 2030 года. Вы неоднократно говорили, что общество российское деполитизировано, атомизировано и так далее, и дворцового переворота также не предвидится. Добавим к этому нерешительность Запада. И, таким образом, мир оказался в тупике. Нет ли у вас ощущения, что нынешняя проблема решится только с полным физическим уходом гаранта, как это было, допустим, после смерти Сталина? Так, это к профессору Соловью и к реконструкторам. Нельзя упрощать проблему до такой степени. Я не раз говорила о том, что гарант является серым кардиналом чёрного политбюро, что это просто назначенное лицо, и что, да здесь я даже соглашусь с Соловьём, может быть, он уже мёртвый. Это не имеет значения. То есть в этом смысле мыслить Соловьё как раз прогрессивен, но его никто не оценивает, его никто не осмысливает. Не важно, есть ли гарант. Важно, что есть некая группа и подчиняющиеся ей люди. То есть есть группа, есть взбунтовавшаяся элита, если это слово можно так использоваться, заметьте, не толпа, которая раньше бунтовала, да, взбунтовавшаяся элита, которая считает, что ей можно всё. И под чьим руководством она это делает? Явно не под руководством одного человека. То есть это группа лиц, да. Это группа лиц, среди которых не находится политического субъекта, чтобы остановить этот процесс, либо мы не знаем этого субъекта, потому что этот субъект был нивелирован. То есть фактически, если кто-то затеял какой-то дворцовый переворот, этот человек был убит. Будем говорить прямым текстом. Таким образом, что мы имеем? Что ситуация может быть преодолена взаимными усилиями, но более усилиями извне. И я возвращаюсь к Явлинскому. Именно поэтому посыл Явлинского, он совершенно просистемный, потому что он укрепляет то, что есть, и снимает ответственность со всех остальных, то есть с Запада, который, это я повторюсь, это я говорила не раз, что Запад несет ответственность за то, что происходит, не потому что он в этом виновен, а потому что у него есть больше ресурса. Не говоря о том, что он в этом виновен, так же, как и все остальные, потому что он 20 лет спонсировал диктатуру, потому что до сих пор продолжают закупаться газ и нефть и прочие вещи обходными путями, несмотря на санкции и так далее, и тому подобное. И снова возвращаемся к нашему любимому сериалу. Возможно, ваша позитивная реакция на сериал «Слово пацана, кровь на асфальте» связана с тем, что мажорские условия Москвы 80-х и 90-х годов прошлого века, в которых выросли, были несопоставимы с тем, что происходило тогда в Казани. Ну, вот это вообще большая ошибка. Во-первых, выделяет в Москву некий такой центр. Да, я понимаю, что в Москве формально есть куда больше каких-то преференций, которых нет в других местах, но это же все зависит от того, в каком районе жили, в какой семье вы жили, и от еще миллионов и нюансов обстоятельств. Дело в том, что в Москве, ну, там, все знают прекрасно про Люберов и так далее. Кстати, все знают, что Люберов курировали менты, и что это была искусственно созданная оппозиционная группировка. В Казани, судя по всему, было нечто подобное, но тут же это очень парадоксальное явление. То есть, когда нечто зарождается, его невозможно контролировать полностью. Оно на 50% самостоятельно и самостоятельно на 50% курируемо. Оно не полностью курируемо, и никогда не надо верить в такие идеальные конспирологические версии. Как здесь, так и там происходило примерно одно и то же. И если бы не были сыном мажорских родителей, студентом ГИМО, ГИМО и не жили в районе аэропорта, как минимум, или Тверской, а чуть подальше, но я вообще училась в совершенно гопническом районе. Почему тут предъявлять претензии только к своим родителям? У них были вот другие возможности, то есть у них были какие-то свои интересы, видимо, какие-то квадрометры, я не знаю, что. Это я постфактум понимаю, что это советские люди. И пишут о том, что школьницы 80-е не могли вернуться из дома, не будучи украденными, изнасилованными, избитыми, и т.д. и т.п., и что это... И в Москве этого не было, в Москве это было ежедневно. И эти родители этого не видели. Они видели только тогда, когда им звонили из полиции, когда это видели в соседях. Ну, что люди подумают, да? Тогда они предпринимали какие-то меры. А так здесь был абсолютный беспредел, которому никто не противостоял. И я не обвиняю насильников, потому что это такие же жертвы системы. Я не обвиняю государство, потому что я уже обвинила его глобально. Я не могу обвинить его по эпизоду. Это как бы смешно. Я обвиняю тех самых родителей, которые допускали то, что с их детьми происходило ежедневное насилие, и они смотрели на это сквозь розовые очки. Я не знаю, они это видели или не видели, или не хотели знать. Но именно они являются настоящими преступниками. Они сумасшедшие психопаты-насильники с улиц. И не Леонид Ильич Брежнев-Полуменяем, а именно они, те, кто заводил детей в таких условиях и не отвечал за них в таких условиях. Алина, и в завершении сегодняшних вопросов немного шуточный такой вопрос. Это правда, что в самом ближайшем времени голубой огонек будет переименован в красный? Ну, что касается вообще претензий о преследовании ЛГБТ, во-первых, выражаю свою абсолютную поддержку. Во-вторых, считаю это попыткой возвращения в 30-е. В-третьих, перечитайте такого клинического писателя Климова, но и в очередной раз повторюсь, что российская власть, российская политика представляет, это не российская идеология, это не политическая идеология, а психиатрическая, а тут и сексопатологическая. Потому что мы прекрасно знаем, насколько табуирована тема, например, ГИБ в высших эшелонах власти, среди военных и прочих, и, с другой стороны, насколько она притягательна, и насколько она создает боевой дух и боевые отряды. То есть здесь какая-то даже не законодательная инициатива, а инициатива такая, проговорка по Фрейду, то есть попытка наказать, либо наказать самих себя. Я, правда, не очень верю в то, что кто-то действительно хочет наказать себя, но, допустим, попытка прикрыть себя, перенеся удар на других, то есть это не мы, это они, ведь это же отсюда пошло, нацисты, гии и так далее, проститутки, как говорят, старушки у подъездов, это же старушечие, деминационные, дегенеративные представления, которые воздвигнуты в форму идеологии, навязываются как нормальные. И совсем-совсем последний вопрос, как обычно про книги, Алина, скажите, пожалуйста, какие книги у вас доступны с вашей подписью, какие книги готовятся к выпуску? Что готовится к выпуску? Во-первых, у нас закончилась черная икона, есть еще выкуплено несколько экземпляров, но они будут продаваться для коллекционеров по, соответственно, коллекционной очень большой цене, готовится к выпуску новая книга стихов. Я пока держу в секрете издательство, но это будет довольно такое пиар-мероприятие. Что осталось? Иной любовью стихи и прозы издательства «Перископ», которая, кстати, переиздает «Детскую книгу мертвых». Книжка выйдет, я думаю, в январе-феврале 2024 года. «Меланхолический конструктор» по распродажной цене. Ваша, Антон, книга. Последняя, посвященная мне том хаоса, о том, что происходит в мире, будет происходить и как он устроен. Аномализм и хит сезона «Цивилизация хаоса». Это самое главное, что вы должны купить. Но также я хочу сказать, что мы благодарим тем, те, кто делает ссылки на наши аккаунты, те, кто просилает нам донаты. Но я хочу отметить это опять, вернемся к началу нашего разговора, что те, кто находится за границей, могут говорить свободно. Я думаю, что все-таки нам действительно нужны серьезные спонсоры, потому что не хочется заниматься художественной самодеятельностью и политические идеи имеют право в современном мире и должны быть выражены в полной форме, а не в какой-то такой завуалированной. И не должно быть такого, что за какое-то высказывание вы должны оказаться на всю жизнь в тюрьме. Это тоже не имеет никакого смысла. Я думаю, что, кстати, вот в этой такой немножко искусственной борьбе между уехавшими и оставшимися, получилось, что уехавшие немножко перегнули палку, оставшиеся большей частью подыгрывают системе и представляют ее. Я являюсь тем эксклюзивным элементом, который не здесь и не там. Я не, наверное, перейду какие-то грани. Я буду поддерживать все-таки россиян, но я хотела бы завершение эскалации на выменяемых позициях, не на позициях Явлинского. Я думаю, что я единственный человек с адекватной позицией, который остался здесь и что-то говорит. Но, может быть, не единственное, я их не знаю, но, тем не менее, это факт. И это требует и поддержки, и ресурса. Огромное вам спасибо, Алина. Всем было, я надеюсь, очень интересно вас послушать. И, друзья, я напоминаю вам о том, что все данные, вся информация дополнительная, которую вам необходимо знать по заказам книг по помощи нашему каналу находится в описании этого и других видео. Также на нашем канале присутствуют плейлисты, где вы можете найти тематические видео. Огромное вам спасибо, Алина, и до новых встреч. Спасибо вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok